Всем огромный привет из Прованса! Посмотрите, какое у нас сегодня утром голубое небо! 22 сентября. У меня сегодня у дедушки день рождения. Мы всегда вспоминаем его в этот день. Прекрасный день. А во Франции наступила осень. Но сегодня передали, что всю неделю будет прекрасная погода и будет даже температура подниматься до 27 градусов. Так что всем замечательного дня! Да, у нас снова очень тепло, и поэтому я снова достала свои летние вещи. То есть я их еще и не убирала. Кофточку, джинсы. И сейчас по делам. Одна женщина меня попросила узнать, сколько будет стоить отправить кое-что из Франции в Россию. Поэтому я пойду узнаю цены и как там можно, сколько она берет и вообще что пропускает. Потому что у нас тут ужесточение. И все, что мы получаем из Франции, ой, из России, не знаю из других стран или нет, будем платить таможенную пошлину. Вот такие у нас дела. Так что Владислав еще заказал друзьям конфеты в колледж. Поэтому побежала я. Да, мои хорошие, у меня новый телефон. На день рождения еще до день рождения несколько дней. Но все-таки мне муж и сын сделали замечательный подарок. Подалили новый телефон. Поэтому я могу снимать на новую камеру. Не знаю, как вам будет видно, слышно. Пишите в комментариях, как картинка, как четкость, как звук. И пишите, что вы думаете. Ну а я очень довольна своим подарком. Смотрите, какая у нас сегодня тарелочка. Я хотела с вами поделиться тем, как я подаю картофель. Многие говорят, что на пару невкусно. Да, но может быть просто для многих непривычно питание на пару. Смотрите, а я как делаю? Я готовлю вот, например, картофель на пару в мультиварке. А здесь у меня тушеные баклажаны. Тушу с луком, с различными специями, с паприкой. Что у меня здесь еще? Морковь. И потом подаю на картофель. Получается очень-очень вкусно. Поэтому всегда можно разнообразить и сделать очень полезное, вкусное блюдо. Сколько чего я всегда называю на канале «Худеем по-французски Сельна Франс». Так что приятного аппетита! Мы вернулись домой. И вот что мы купили. Весь обзорчик продуктов, которые я покупаю в биомагазине, будет на канале «Худеем по-французски Сельна Франс». Я вам все там полностью рассказываю. Какие продукты покупать я дорого и почему покупаю. И я купила, очень люблю ореховое масло и только покупаю органическое. Ну и также много всего интересного. Наше любимое мыло и все-все-все-все-все-все-все полезное. Поэтому приглашаю вас на наш канал «Худеем по-французски Сельна Франс». Салю, Александр! Да? Здравствуйте! 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 Он говорит, представляете, как тепло! Тепло! Супер! Мы даже дома не высидели. Перед тем, как обедать, решили пройтись тут в округе немного. Классно! А, вон, смотрите, как у нас уже все строительство идет полным ходом. Мы сейчас сходим в наш круг в холмах, сделаем. Пройдемся, и потом Владислав придет, и у него сегодня теннис. Он пойдет на теннис, а мы с Александром поедем по делам. Ну-ка, мы в такой струбе, а? Смотрите, какой дом здесь у нас будет. Огромный. Вау! Александр стоит, наслаждается, говорит, Господи, как цветы все пахнут! Говорит, как будто бы весна. Весной, говорит, по второму разу все цветет. И правда, вы просто не представляете. Какой запах. Девочки мне пишут, что уже там у вас холодно, и отопление включили. О, Рыберт Ромарин. Я говорю, смотрите, розмарин по второму разу цветет. Прям вообще красота. И медом пахнет. Прям медом пахнет. Конечно, воздух немного. Все равно, такое уже. Когда ветерок, то прохладный. Галяванс или ванн до тонко, наверное, да? Да, конечно. Это как будто. Ой, ну как же, нам нравится гулять, ходить, просто так вот, наслаждаться. Эмальва дикая снова цветет. Сейчас вам покажу. Знаете, на мое день рождения всегда. Весной часто погода прям прекрасная. Прекрасная. А, да. Александр говорит, пчелки. Радуется. Ой, ой, ой. Жди. Улии стоят где-то. Ой, меда так захотелось прям. Жен, ви, лу-мель, да? Да, да. И ты? Да, мы идем на супермаршет в апреле. Да, мы в магазин сходим. Она говорит, сходим в магазин, купим, говорит. В природе столько, природа дает мед. А мы в магазине покупаем. Такая красота, мои хорошие. Сидки, мам. Салют. 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 И вот, мы уже втроем. Мы спустились, и автобус подошел. Владислав из колледжа. И много-много детей. Автобус, кстати, на 30 минут опоздал. Владислав перенервничал. Уже нам позвонил, говорит, забирайте меня. Но потом автобус пришел. Ох, выше отца. И еще рост не закончился, скорее всего. Ладно, мы обедать домой. Сейчас разбирала документы, представляете, и нашла фотографию Владислава. Вот, смотрите, какой он был маленький. А кажется, вот совсем только недавно. Это когда мы жили в Париже. Такой был фикастый. На кого похож? Мне кажется, похож сильно на Александра маленького, я вам показывала. И, может быть, на Лильяна. Не знаю, но мне сильно, кажется, похож. Ой, как время летит. И сейчас уже выше отца. Представляете? Выше отца. Так приятно найти такие фотографии. Решили мы отметить день рождения все-таки моего дедушки немного. Ему бы исполнилось сегодня 98 лет. Представляете, 98 лет. Как быстро летит время. И Александр выбрал, мы сейчас ездили за покупками, Александр выбрал вино Saint-Émilion. Очень популярное вино во Франции. Известное 2019 года. Гран-Крю считается очень хорошим. И это Бордо. Поэтому за дедушку, да, мы уже вот начали. Александр уже попробовал. Говорит, что очень-очень хорошее. Куда мы ездили? Мы ездили в любимый магазин французов. Посмотрите. Все. Мы заполнили холодильник наш. Обзор не снимала, потому что совершенно было некогда. Постепенно, если что-то будет интересно, я буду рассказывать. Но в основном ездили вот за этим добром. Мне самое главное, чтобы была заполнена вот эта полка с овощами. Конечно, и мясо, и рыба. Все мы купили. И сыр. Ездили мы в магазин Lidl. Французы его обожают. Купили мою любимую капусту плоскую. Будем ее тушить. Купили помидорки. Помидорки эти дорогие. Почти по 4 евро. Остальное нормальная цена. В Lidl и хорошая цена. Александр взял свой любимый сыр. Падану. Грана Падану. Правильно я произношу или нет. Ну и много всего. Так что сейчас будем готовить ужин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова